Всем привет! Хочу рассказать курьезный случай, который произошел со мной сегодня. Я не знаю, как это называть, но, в общем-то, я приехала в Ждальск. Договорились, что я у друзей остановлюсь, переночую. И как-то так утром я проснулась в одной постели с главой семейством. Как это так произошло, и как жить дальше, и что делать? Ну, как-то, я не знаю, может быть, вы подскажете. С мужем-то я разберусь. Я ему уже написала, покаялась в случившейся ситуации. Да, он мне сказал, не переживай. Я, как он мне сказал, господи... В общем, сказал, что он мне ответочку кинет. И будет спокойно. Вот так вот и живем. А как вы относитесь к изменам в вашей семье? В общем-то, вот такая вот у нас приключилась ситуация. Хорошо, что мы все посмеялись с этой ситуацией, потому что глава семейства вернулся очень поздно и лег спать просто-напросто. Он работает до трех, до четырех ночи. Он работает до трех, до четырех ночи. И, похоже, выпустил из вида, что не только жена дома есть. И как-то там какие-то перетурбации. Они, наверное, обычно спят в другой комнате или в этой. Ну, в общем, непонятно, как это произошло. Ну, мы, конечно же, все сели. Утром поговорили о случившемся. Выработали дальнейшую стратегию, как дальше со всем этим жить. Конечно, ситуация усложняет то, что у друзей гостит мама жены. То мама немножко в шоке. Ну, вот. Но жизнь есть жизнь девочки. Всякое случается. Ну, да. У них двое детей. А у нас с мужем двое детей. Ну, как-то рушит семьи. Из-за такой нелепой ситуации решили, что не стоит. Дружбу многолетнюю тоже решили не трогать. В общем, решили сделать вид, что ничего не произошло. Кстати, о переписке со своим мужем я вам сейчас покажу. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»